Здравствуйте, ребята! Мне очень приятно присутствовать в такой аудитории, как мне сказали здесь мальчишки, девчонки, все отличники собрались со всего нашего замечательного района. И я понимаю, что мы сегодня будем с вами общаться в стиле вопрос-ответ, и в этот раз все вопросы будут обращены, соответственно, ко мне. Я хотел бы просто очень коротко немного сказать о себе для того, чтобы у кого-то, может быть, было некое понимание. Мне 41 год. Я работаю в должности исполняющего обязанности главы Ленинского муниципального района с 25 декабря. До этого я был первым заместителем в городском округе Домодедово последние 9 лет. 14 лет я работаю на государственной муниципальной службе. 14 лет назад поступил в Министерство финансов Московской области, где руководил финансовыми двух районов. Ленинского района с 2002 по 2006 год и Домодедовского района. В то время это был Домодедовский район Московской области, ныне городской округ Домодедова. У меня два высших образования. По первому образованию я инженер-механик, закончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, инженерно-технологический факультет по специальности машины и аппараты пищевых производств. Когда-то даже проектировал и занимался подобными машинами. Гостиницы, рестораны проектировал, особенно в студенческие годы. Если будет интересно, расскажу. Второе образование я получил – это финансовая академия при правительстве Российской Федерации. Экономист по специальности, финансовый менеджмент и финансы и кредит, соответственно, специализация. Я 9 лет работал в банке, который создавал с нуля. Банку сейчас уже 20 лет. Это третий в стране муниципальный банк. Через год, когда я туда пришел простым парнишкой, окончив Российскую экономическую академию, и с молодой командой ребят, мы решили вот так круто изменить свою жизнь. Все были инженеры по образованию, все до одного. Кто-то заканчивал мои, кто-то заканчивал сельхозакадемию, там инженер-миллиоратор, я, соответственно, инженер-механик по пищевым производствам. И вот мы решили рискнуть, и на свой страх и риск создали такой проект. Уже в 22 года я его начал, в 23 года я был уже зампредом правления, финансовым директором этого банка. Работал практически 9 лет в бизнесе. Это достаточно крупный бизнес. Вот коротко обо мне. Я женат, у меня есть сын, тоже школьник. Теперь я готов отвечать на ваши вопросы. Добрый день. Я ученица Молоковской школы. Меня зовут Карп Лолита. Я бы хотела задать такой актуальный довольно-таки вопрос. Ваше мнение на происходящее в Украине? Я считаю, что то, что происходит сегодня в большей части Украины, которое подвержено сначала было оранжевому движению, теперь все-таки идет неофашистское, соответственно, движение, я стараюсь называть вещи своими именами и так, как я чувствую. И вот мое отношение, конечно, к киевским властям абсолютно отрицательное. И то, что сегодня происходит. Я, конечно, понимаю, какие идеалы, идеалы патриотизма отстаивают наши братья в Новороссии, то, что называется Донецкой народной республикой, Луганской народной республикой. Пытаются переписать историю, пытаются стереть с лица земли то могучее государство, в котором мы вместе родились, и наши деды и отцы, соответственно, защищали одну и ту же родину. К сожалению, переписать историю того же Советского Союза, это то же самое, как переписать историю Римской империи. Ведь, как бы мы ни говорили, что Российская империя, Советский Союз был продолжателем Российской империи, и вот в 91-м году произошел фактически крах этого большого могучего государства, которое было заражено далеко еще не Владимиром или чем Лениным. Я считаю, что никто не вправе переписывать историю, особенно в угоду не собственному народу, а интересам заокеанских партнеров. Вы понимаете, о ком идет речь. Здравствуйте, я ученик девятой школы. Я бы хотел задать вам вопрос по следующей теме. Очень распространена у нас в городе, по крайней мере, такая проблема, как нехватка парковочных мест. Но, по крайней мере, на мне это очень сильно отразилось, потому что я живу далеко, и мои родители не имеют возможности меня привезти сюда, потому что все абсолютно забито машинами. Так вот, я бы хотел поинтересоваться, какие проекты есть в задумке и какие уже осуществляются по решению данной проблемы? Спасибо. Мы сейчас были свидетелями, как невозможно припарковаться или можно припарковаться, только нарушая правила дорожного движения, в том числе табличка «Не ставить у ворот», вот мы там припарковались. Но вышли, правда водитель дальше уехал, конечно, мы поступили абсолютно неправильно и явились нарушителями. Проблема, она системная, и она создана во всем нашем городе, если говорить о городе Видное. И у нас это присутствует и в сельских поселениях, особенно мы можем это видеть в Развилке, в Булатниковском, где идет огромная многоэтажная застройка. Наверное, непоказательен здесь совхоз имени Ленина, там все-таки более-менее все организовано с точки зрения парковочного пространства. Люди, которые пытались заработать на многоэтажном жилищном строительстве, в том числе продавая квадратные метры вашим родителям, но вы не способны их купить, они пытались выжить из этой ситуации максимальную свою выгоду и сэкономить, конечно, на парковочном пространстве. Но когда подписаны документы, к сожалению, чаще всего уже эту проблему застройщикам не исправишь, где-то это возможно, мы постараемся его заставить там, где не введены соответствующие дома, что будем делать конкретно по городу Видному. Мы разрабатываем в этом году, и сейчас, я думаю, к строительному сезону, должны подготовить программу организации парковочного пространства, выделить денежные средства, причем как из городского бюджета, так и из районного бюджета. Я являюсь сторонником таких мер. Очень много, встречаясь с вашими родителями, задается вопросов по поводу «возьмите, ограничьте, например, стоянку или остановку, еще хуже, на ПЛК, на улице Школьной, на улице Советской». Ограничить большого ума не надо. Для этого просто соберется несколько человек, примут решение комиссии, называется, по безопасности дорожного движения, а дальше мы с вами начнем из своего кармана платить по 2000 штрафа, что неправильно. Сначала надо создать парковочные места, только после этого можно вводить запретительные меры. Проблема системная, за один год ее не решишь. Имею опыт некий реализации подобной программы. Я думаю, что в городе у нас уйдет в общей сложности на это 3-5 лет для того, чтобы полностью обеспечить парковками минимальную потребность. Оговорюсь, чтобы было понимание. Человек, приобретающий автомобили, а у нас сегодня в Московской области автомобилей больше, чем даже в городе Москве на душу населения вообще Московской области. Я уверен, что в нашем районе, я не смотрел просто эту статистику, их еще больше, учитывая, что зарегистрировано население у нас с вами всего 100 тысяч человек, а реально проживает как минимум в 2 раза больше, скорее всего в 2,5 раза больше. Но сами нормативы, то, за что платят ваши родители, являясь работниками налоги, они не рассчитаны на все то парковочное пространство, которое должен содержать муниципалитет. Поэтому нужно разделять проблему на создание бесплатных парковочных мест, платных парковочных мест, и, соответственно, человек, приобретающий автомобиль, с чего я начал с самого начала, должен четко понимать о том, что стоянка около дома не всегда является парковкой круглосуточной, особенно парковкой, когда целыми месяцами стоят автомобили. Автомобиль, подъезжающий к дому, через какой-то промежуток времени, пусть даже через сутки, но должен от него отъехать. Это не постоянное место парковки. Причем на дом, допустим, тысячеквартирный, всего лишь предусмотрено и по существующим в Российской Федерации нормативам всего 460 парковочных мест. А вы понимаете, что в тысячах квартирах проживает как минимум по 3 человека, когда у нас есть такая статистика, 2,7 человека. Но машины, как правило, две. Соответственно, куда уже ставить вторую машину или эти полумашины? Но человек должен заботиться об этом. Соглашусь о том, что подвозить своих детей, организовать парковочные места рядом с дошкольными и школьными учреждениями, это уже задача власти. Вы затронули проблемы нашего города. Их у нас достаточно. Проблемы с дорогами, с массовой застройкой. Но вот мне 15 лет, и я не могу никак влиять на наш город и на то, что в нем происходит. Мне бы очень хотелось, чтобы, если это возможно, была создана молодежная организация, которая бы этим занималась. Поверьте, что пройдет очень немного лет, этому пример мой жизненный, о том, что через 5, 7, максимум 10 лет многие здесь сидящих окажутся у руля, в том числе кто-то предприятий, которым оставили родители, кто-то окажется у руля власти местной, кто-то окажется областной. Вы, предлагая что-то власти, ну, конкретно главе, там, заместителям, входя в какие-то совещательные органы или даже просто присутствуя на каких-либо совещаниях, начиная от совещаний Совета депутатов, заканчивая совмещаниями в администрации, могли бы высказывать свою точку зрения. А поверьте, это очень ценный такой механизм, когда власть должна прислушиваться, в том числе и к 15-летним нашим детям. Потому что очень часто есть такое понятие, глаз замыливается. И что-то ты не замечаешь, а самое главное, ты можешь не почувствовать некой конъюнктуры, которая интересна не тебе лично. Я не то, что предлагаю, и одобрил такую инициативу молодежи. Я думаю, что она будет в ближайшее время оформлена, и мы определим, в каком порядке пройдут выборы вот в этот молодежный совет. Для вас, наверное, не секрет то, что молодежь нашего города в основном ездит в торгово-развлекательный центр «Вегас», чтобы посмотреть фильм, какие-то другие походы по магазинам. Я считаю то, что наш кинотеатр «Искра» на фоне люксора меркнет. Когда начнется реконструкция нашего кинотеатра? Спасибо. Я бы хотел, чтобы никогда. Объясню почему. Есть такой проект, да, были приняты некие решения. Есть большое количество людей, проживающих в городе, у которых связано это с некоторыми историческими событиями, в том числе с их детством. Вот, наверное, все-таки в том понимании, о котором вы сказали, я бы не хотел видеть наш кинотеатр реконструированным, потому что там речь шла снести, построить 15-этажное здание, всю красоту центра нашего города, просто уничтожить. Соответственно, только для того, чтобы... И все это выдавалось вот под таким хорошим предлогом. У нас нет хорошего кинотеатра в городе. Мы хотим иметь ровно такой же, как, например, в Вегасе, который тоже находится на территории нашего района. Я сам езжу в Вегас из Домодедова в кинотеатр, хотя в Домодедово есть кинотеатры. Но проблема решится, наверное, при реализации другого проекта. Вы знаете о том, что у нас недалеко от нашего спортивного дворца есть такое уродское здание, недострой, да? Вот оно зияет. Вот сейчас принято решение, появился все-таки ответственный собственник этого здания. Мы сейчас проводим соответствующие переговоры. Там будет размещаться торгово-развлекательный центр на 15 тысяч квадратных метров. Поверьте, это очень много. В том числе система кинотеатров там будет располагаться. Верхние этажи будут заняты не жильем в полном понимании, а апартаментами. То, что сейчас является достаточно такими, ну, доступными и модными вещами в жилищном строительстве. Поэтому я думаю, что мы уже во второй половине этого года увидим, то, что этот объект начнет преображаться. Сейчас мы занимаемся в правительстве Московской области с данным инвестором, и мы поставили перед ними вопрос только один, который поставили вы, нехватка парковочных мест. Я лично посчитал на калькуляторе о том, что там нужно было бы добавить еще порядка 460 парковочных мест. Они этот вопрос прорабатывают. Это люди, у которых есть денежные средства, есть соответствующая инвестиция, и мы сможем этот вопрос решить вот так вот, не нарушая ландшафта нашего центра города. Я ученица девятой школы, я была участницей первого гражданского форума, на котором мы выдвинули вопрос о организации первого молодежного центра, в котором бы молодежь могла собираться, проводились какие-нибудь кружки, дискотеки. И мой вопрос, возможно ли в ближайшее время организация этого молодежного центра? Мы проработаем этот вопрос. Он непростой еще с одной точки зрения, что он требует финансирования. Он учитывать должен интересы сегодня располагающиеся у нас там, соответственно, киносети, которые я услышал, что не удовлетворяет современным требованиям. Но меня, честно говоря, тоже бы не удовлетворяло. Я вот так достаточно откровенно говорю. Давайте все-таки мы этот вопрос взяли на проработку на первый квартал этого года. После этого мы можем четко сказать, что мы сможем там разместить для того, чтобы разделить среди своих муниципальных служб. Вы сейчас ставите вопрос иначе. Давайте найдем другое некое там помещение, если оно нужно. Вы понимаете, на мой взгляд, сегодня помещение кинотеатра, я исхожу из собственного опыта, не используется должным образом, и мы могли бы его использовать на 99%. Наверное, все-таки эффективность его использования сегодня, ну, дай бог, равна там 15-10%. Я могу ошибаться, меня могут поправить, но это мое жизненное наблюдение. И мне хотелось бы, чтобы муниципальные площади, которые являются народными, использовались более эффективно. И все-таки мне больше нравятся предложения ребят, и в том числе ваших коллег по гражданскому форуму по данной площадке, о том, что сделать площадкой наш кинотеатр. Давайте подумаем, может быть, еще где-то. Ну, вот сначала первично вот это. Если бы у вас появилась возможность изменить что-то в своей жизни, что бы вы изменили? Вы знаете, я считаю, что я достаточно счастливый человек. Я бы ничего в своей жизни не изменил, потому что я придерживаюсь основных и главных, на мой взгляд, ценностей человека. Это семья, семья и семья. Для меня это не пустой звук. И когда говорят, что для тебя приоритетом является работа или семья, я скажу, семья. Ничего бы я не изменил. Должен заметить то, что очень мало официальных лиц посещают такое мероприятие. И это мероприятие, несмотря на свою масштабность, очень скудно освещается в СМИ. Ну, я хотел бы попросить вас посодействовать в этом вопросе, а также пригласить на смотр «Строй и песни» в Ленинском районе в апреле, в мае. Ну, первое. Вопрос этот уже задавался даже в письменном виде. Я буду на нем обязательно. Считаю, что это очень важный элемент патриотического воспитания. Как бы девчонки не смеялись, которые идут там в коротких юбках или там в шитых специально брючках и похихикивают, я понимаю. Так как я вырос в воинских частях и жил в военных городках, для меня это абсолютно с первого класса, начиная, ну и вот до того периода, как я приехал, соответственно, в Московскую область. Но и на предыдущем месте работы это проводилось у нас таким достаточно с большим... было большим мероприятием, с большим почетом, и обязательно первые лица района должны присутствовать на этом мероприятии. Я в своем присутствии обещаю, что я там буду. Хочу вернуться немножко назад. К дорожной транспортной ситуации. Вы, наверное, многие заметили, как город утром и вечером стоит. Ну, в прямом смысле этого слова. Особенно Березовая полка страдают капитально. И многие люди видят решение этой проблемы в постройке съезда на М4 второго. И который год на ПЛК, по крайним полосам, стоят какие-то машины месяцами, и никто их не убирает. И из-за этого поток сокращается вдвое. Собираетесь вы что-то с этим делать? Ну, возвращаясь к практической реализации, сегодня как раз мы занимались с застройщиком, потом будем заниматься с пулом застройщиков как раз по возможности организации выезда на М4. Если кто-то смотрел мои интервью и соответствующие выступления, я достаточно откровенно говорил о том, что при застройке данных микрорайонов даже планировочными решениями подобные съезды предусмотрены не были. Соответственно, были только картинки. Жители покупали квартиры. Сегодня есть некая добрая воля строительных организаций. Посмотрим, насколько, когда цифры замаячит, как они все под этим подпишутся. Поверьте, это не десятки миллионов, это сотни миллионов рублей, которые потребуются для этой организации. А то, что вы обратили внимание, наверное, самый такой простой, на первый взгляд, проблемы, это не эвакуация автомобилей, особенно большегрузных автомобилей вдоль наших, особенно на ПЛК стоит очень много таких автомобилей, то эту проблему мы сейчас постараемся решить, когда организуем или где-то арендуем, или решим, может быть, даже с другим муниципалитетом, с той площадкой, куда эти автомобили можно будет эвакуировать. Данность такова, что на территории Ленинского района даже не прорабатывался вопрос об организации площадки, куда бы могли бы эвакуироваться эти автомобили. Его можно эвакуировать, пригнать тягач, куда эвакуировать. Все же должно быть по закону, мы должны обеспечить сохранность, соответственно, взять штрафные санкции, он должен заплатить за временную стоянку, соответственно. Хотя вот ваши родители, некоторые являющиеся педагогами, со мной не согласились и сказали, а почему это он должен убирать? Вот он приехал домой вечером после своей работы. Я говорю, человек, который владеет большегрузным транспортом, использует его для чего? Для извлечения прибыли, это не автомобиль для его личного передвижения, он завтра на нем просто так не поедет, ребенка в цирк или в театр не повезет. Соответственно, если человек занимается бизнесом, он должен позаботиться, куда на вечернее время, он должен транспортировать и поставить этот объект, заплатить некие денежные средства, если это требуется для того, чтобы его автомобиль был в целости и в сохранности. Но, видите, всегда карманный интерес, он преобладает в первую очередь, а ведь автомобили, которые у нас стоят вдоль дорог, даже не имеют подмосковных номеров, многие региональные. И в большинстве своем проблема возникла после того, как были закрыты две перехватывающие парковки и был запрещен въезд на МКАД. Вот после этого большее количество, особенно региональных машин, стало становиться в городах Московской области. Не исключением являются и наши с вами населенные пункты. Как мы найдем эту площадку, мы начнем безжалостно эвакуировать эти автомобили. Скажите, пожалуйста, что помогает вам двигаться дальше, несмотря на какие-то неудачи, невзгоды? И есть ли у вас какая-то определенная мотивация? Я отчасти ответил на ваш вопрос о том, что моей основной мотивацией является моя семья. Мой стержень — это семья в большом ее понимании, не только супруга, ребенок, родители, братья, сестры. Я действительно этому стараюсь уделять по максимуму внимания. И вот, наверное, это мой самый главный стержень, как раньше говорили в среде военных, о том, что это мой тыл. И он мне позволяет преодолевать все те трудности, которые мне каждый день приходится преодолевать. А это правда. Каждый день ты приходишь не только как на фронт, а потому что огромное количество проблем возникает, в том числе проблемы нестандартные. А еще когда-то было такое выражение, небезызвестный. Наполеон когда-то сказал, я могу уволить своего генерала, я не могу уволить собственный народ. Вот всегда нужно помнить слова мудрецов или даже тех, кто пытался захватить нашу Россию. Он сказал абсолютно правильно. Вот очень сложно научиться слушать людей и слышать людей. Я каждый день стараюсь этому учиться. А мой тыл – это моя семья и мой стержень. Будет ли в городе Видном убираться снег? Потому что очень часто вот мы не можем с родителями выехать, например, с улицы Гаевского. После снегопада, даже через несколько дней, выехать оттуда невозможно. И так почти везде. Снег просто не убирают. И полоса сокращается более критично, даже чем от машин, которые стоят по обочине. Спасибо. Он не то, что должен убираться, этот снег. Я вам могу сказать, что это как раз говорит о том, что муниципальная власть, я не делю район и поселение, неважно, к какому уровню это относится, вам это ни о чем не скажет, и не собираюсь снимать с себя ответственность, муниципальная власть не должным образом выполняет свои прямые обязанности. Там не провели мы конкурсы и прочее, людям абсолютно все равно, что не сделано соответственно властью. Мы постараемся эту проблему исправить. К сожалению, особенно те наледи, которые были созданы после большого перепада температуры, то, что сегодня творится в наших дворах, мы постараемся эту ситуацию изменить, в том числе в этом году предпримем меры, для того, чтобы приобрести большее количество техники, которая могла бы убирать все-таки своевременно. А когда у нас, к несчастью, один тракторишка убирает полгорода, можете представить, когда он доедет. В это время уже все растаяло, замерзло, он даже туда и не выезжал. Это, конечно, наши проблемы. Ответственности я себя не снимаю лично, как и у главы. Соответственно, из поселения не снимаю этой ответственности. Мы будем выполнять свою функцию. А вы будете, если мы не будем ее выполнять, критиковать нас, а мы и свои подрядные организации должны наказывать беспощадно рублем, не платить вот за такую некачественную уборку. Здравствуйте. Меня зовут Миша Макарчан. Я из Виденского художественно-технического лицея. Меня интересует, какое ваше самое яркое впечатление из детства? Вы знаете, даже никто никогда, конечно, такого вопроса не задавал. И я не задавался таким вопросом. Мне не хотелось бы фантазировать, сейчас там перебирать то, что было. Но, наверное, приведу один факт, который стоит перед моими глазами. И он всегда будет сопровождать до последних дней меня. Это 80-й год, Олимпиада 80. Мы проездом были через город Москву. Я тогда жил на Урале, в Челябинской области. Я со своей бабушкой, ветераном Великой Отечественной войны, партизанкой, ехал в ее родной город Брест, где 22 июня мы отмечали День памяти и скорби, который мы и сегодня, как памятная дата. И я никогда не забуду слезы моей бабушки, когда мы проходили через звезду в Брестской крепости, когда играла священная война. И я тогда, наверное, понял, и почему я всегда за здоровое отношение к такому понятию, как патриотизм. Только на примере своих предыдущих поколений мы можем чтить вот эту память. Мы должны будем передавать своим детям, которые уже никогда не смогут увидеть живыми свидетелей той трагедии, которая была. Для меня это, конечно, было настолько трогательной. Она сняла туфли, потому что 22 июня ровно в 4 часа она встретила войну, будучи выпускницей школы ровно на берегу Буга, когда немцы перешли. Не в Брестской крепости, просто это само такое место поклонения. И вот если все-таки не фантазировать, а сказать, что это самое запоминающееся из детства событие, которое осталось, на всю-всю мою оставшуюся жизнь. Я сыну пересказываю это по несколько раз. Для того, чтобы он просто прочувствовал, и он просит, чтобы поехать на поезде, никогда еще не ездил на поезде, только на электричках. И я говорю, вот как раз в Брест мы поедем с тобой, чтобы можно было переночевать в поезде. И я думаю, у него тоже будут там свои впечатления. Наверное, вот это событие. предположим, что вы стали главой Ленинского района. Какой девиз в вашей работе вы выберете? Спасибо. Ну, давайте начинать с того, что выборы у нас еще не объявлены. Безусловно, если выборы будут объявлены, я с долей большой вероятности выставлю свою кандидатуру на должность главы и пойду соответственно на выборы. А вот насчет девиза или слогана я бы сейчас не спешил говорить, так как все-таки не слоганами и девизами силен человек, а своими делами, которые ты будешь делать. Мне всегда хотелось бы говорить людям правду. Вот может быть это и есть девиз. Может быть. Я хотела бы вас спросить, что для вас значит слово Родина? Все просто. Родина это моя мама, Родина это мой сын, Родина это Московская область и соответственно там, где я живу и где я работаю я отношу это к малой родине и даже не тот город, в котором я родился. Потому что мне 7 месяцев было, когда родители меня оттуда увезли. Можете представить, конечно, я ничего не помню, никогда больше я в этот город не возвращался. Только был пролетом в аэропорту соответственно. Поэтому для меня самыми-самыми теплыми вещами в жизни каждого человека связано слово Родина. Мама, ребенок, семья и тот дом, в котором ты живешь, на той земле, в которой ты живешь. Это моя Родина. В этом месяце стала актуальна проблема распространения эпидемии гриппа среди школьников. И на школе стало все больше появляться людей, которые болеют до болезни. Будут ли закрываться школы на карантин для предотвращения распространения гриппа? Я смотрю, вы шмыгаете? Нужно лечиться. Первое, я призываю всех тех, чтобы носами не шмыгать и не ходить с температурой. Уважать самое главное ближнего и родителей к этому призываю, оставляйте детей дома. Не надо способствовать распространению вот таких острых вирусных инфекций и соответственно гриппа. Это первое, что мы должны профилактировать. Промывайте нос морской водой, это второй мой совет. А если мы будем закрывать на карантин соответствующие школьные учреждения, для этого нужно преодолеть противоэпидемиологический порог, который настоящее время у нас не достигнут. И я думаю, что он не будет достигнут. Поэтому если кто-то из здесь присутствующих болен или есть симптомы, прошу пойти полечиться дома и все-таки посидеть дома. Вот это мой добрый совет. Здравствуйте, я учусь в школе номер 5. Вы недавно ее посещали, еще несколько лет назад были выделены деньги на ее ремонт, тем не менее он никак не может начаться. Вы не подскажете, когда все-таки нам нужно будет ждать ремонт? В этом году будет произведен ремонт вашей школы. Одним из инвестиционных контрактов, если он будет реализовываться в том объеме, в котором он предусмотрен, и сейчас мы свое мнение в правительстве области высказали, к вашей школе должна быть сделана пристройка для начальных классов на 375 учеников. Я надеюсь и очень хотелось бы верить в том, что она появится. в этом году ремонт будет произведен. Здравствуйте, я ученик пятой школы, и у меня такой вопрос, какой был ваш любимый предмет в школе? Любимый предмет это была история и география. Два предмета. Я могу сказать о том, что я очень увлекался и увлекаюсь до сих пор историей, очень люблю посещать музеи, и я очень много в своей жизни путешествовал. А понятно, из-за того, что образ жизни моих родителей был достаточно кочевой, я очень много посмотрел в Советском Союзе, в Российской Федерации, за рубежом, и стараюсь тоже приучать своему сыну именно любовь к расширению своего кругозора и посещению огромного количества мест, в том числе замечательных мест в нашей стране. Детские площадки совхоза имени Ленина очень сильно отличаются от площадок в нашем городе. Будут ли реконструировать площадки в городе Видном? Площадки будут реконструировать, вы действительно обратили внимание, на мой взгляд, на самое благоустроенное поселение нашего района, это поселение совхоза имени Ленина, это правда. Секрет этих детских площадок кроется не только в неком экономическом благополучии этого сельского поселения, но и в том, что на территории этого поселения есть очень ответственный собственник. Это сам одноименный совхоз имени Ленина, то есть соответствующее общество, поэтому, которое уделяет дополнительно внимание, помимо тех денежных средств, которые выделяются муниципалитетами. А то, что у нас должна появиться новая программа по благоустройству наших дворовых территорий, и сегодня сами площадки сами по себе, как показывает жизнь, не так актуальны, потому что большинство с вами власть критикует, что площадки делаются для лилипутиков, для наших маленьких детишек, а вот для вас заняться там особо нечего, поэтому должны появляться комплексно, пусть поэлементно, не сразу, но обязательно на прорезиненном покрытии площадки для воркаута, площадки для сдачи норм ГТО, сейчас для вас это очень актуально, соответственно, такую программу мы сделаем, но не ждите молниеносного результата, за один год пятилетку мы не осилим, поэтому все будет по мере того, как у нас будет наполняться бюджет, но мы будем эту программу осуществлять. Меня зовут Антон, я ученик школы номер 5, у меня такой вопрос, как вы смотрите на идею построения метро, проходящего через город Видное? Кто вам сказал, что через город Видное будет строиться метро? Значит, я все-таки скажу, что в ближайших планах и что реально будет строиться, как такового метро у нас с вами не будет, у нас будет некий скоростной транспорт, сейчас определяется все-таки, что это будет, или скоростной трамвай, или то, что мы называем легкое метро, хотя это там или монорельсовый вид транспорта, у нас должна появиться, и сейчас уже проходит проектирование, и скорее всего, даже губернатор это анонсировал, что в 17-м году начнется строительство, в 17-м году. Ветки Солнцево-Бутово, соответственно, видны, мы должны с вами получить такую ветку, мы должны получить с вами скоростную ветку транспорта, сейчас расширяется третий железнодорожный путь по Павелецкому направлению, который проходит через наш город, станция Расторгуева, соответственно, эта ветка будет сначала до аэропорта Домодедова, и когда она будет построена, период прохождения скоростных поездов уменьшится, будет не по 40-30 минут, а современные поезда будут ходить более часто, почти что в режиме метро, конечно, не 2 минуты, не 3 минуты, как это на кольцевой линии метро, это будет, дальше эта ветка предполагается ее провести на одной станции городского округа Домодедова, это Барыбина, соответственно, это вот второе направление, и третье направление, прорабатывается вопрос организации скоростного сообщения от метро Красногвардейская до аэропорта Домодедова, к сожалению, сам город Видное, это в прямом смысле слова не затронет, но наши некие сельские поселения, например, Молоково, соответственно, это должно затронуть, возможно, и развилку, сейчас прорабатываются подобные варианты, а метро классического, конечно, здесь не будет. Да, пожалуйста. У меня Алина из девятой школы, и хотелось бы узнать, есть такой проект по реконструкции Дома культуры? Коротко отвечу, проект такой есть, даже есть проект на смертной документации, цифра гигантская, мы предполагали реализовать это за счет средств города Москвы, но в настоящее время соглашение на 16-17 год с Москвой не подписано, вот может быть вы слышали такие пресловутые 3 миллиарда рублей, сегодня ни у города, ни у района, к сожалению, нет этих 168 миллионов рублей для того, чтобы такой замечательный культурный центр реконструировать, но мы будем стараться сконцентрировать ресурсы, в том числе путем создания новых рабочих мест и увеличения своего налогового потенциала, чтобы такой красивейший объект у нас опять засиял. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ